Топ инвестиций в 2020 году. Будет ли рынок недвижимости актуален через 10 лет? Наличным есть 2 миллиона, как можно приумножить? Топ книг по бизнесу, на ваш взгляд. Как контролировать расходы от разных источников? Как часто планируете и ставите цели? Как стать богатым? Отвечая на ваши вопросы, мне поступает большое количество вопросов. Далеко не на все успеваю отвечать просто в комментариях. Поэтому на некоторые вот так вот видеосообщениям совмещай приятное с полезным. Пока куда-то еду, постараюсь ответить. Следующий вопрос пришел. Кто-то написал мне. Николай, подскажите пару способов, как мне за год удвоить сумму 1,5 миллиона рублей. Давайте я сначала его переадресую вам. Вот напишите, как вы считаете, как можно за год удвоить сумму в 1,5 миллиона рублей. Но я скажу так, что с одной стороны, нет ничего невозможного. Действительно, можно и 1,5 миллиона удвоить. Но, на мой взгляд, это можно делать не путем пассивного инвестирования. То есть пассивные инвестиции, когда ты просто вложил деньги и ничего не делаешь, это про доходность порядка 20-30% годовых. Это очень хорошая доходность. Да, есть фондовый рынок, например, где можно заработать больше. Но здесь и риски очень высокие. То есть надо понимать, что когда ты борешься за доходность 100% годовых, у тебя и шансы потерять значительную часть того, что ты вложил, очень велики. Поэтому я бы над такой задачей даже ее переформулировал для себя. То есть не гнаться за тем, чтобы удвоить эту сумму быстро, по крайней мере, за год. То есть поставить себе задачу первым делом сохранить эту сумму и, ну, насколько получится, дозаработать сверху, но при этом при разумном уровне риска. А это доходность порядка 20-25% годовых, может быть, 30. Да, это можно сделать с достаточной степенью надежности, особенно если вы диверсифицируете. То есть вложите не все 1,5 миллиона, а разобьете это на 5 кучек по 300 тысяч в разные места вложите. Это будет гораздо более безопасно с одной стороны, с другой стороны, и более разумно, чем пытаться во что бы то ни стало удвоить ее. Потому что, повторюсь, пытаясь удвоить такую достаточно заметную сумму в такой короткий срок, как год, вы, скорее всего, вляпаетесь. Но если увидите какие-то заголовки, что вам обещают, что за год мы гарантированно удвоим ваши деньги, то понимаете, что опасность потерять при этом всю сумму, ну или большую ее часть у вас будет очень и очень велика. Чего, я думаю, вы вряд ли желаете. Поэтому будьте аккуратны. Как относитесь к инвестиционным вкладам в банках? Ну, как правило, вклады, они дают просто низкую надежность. Надо понимать, что банковские вклады – это инструмент для временного хранения денег. Я бы так это обозначил. Для подушки безопасности, для временного хранения. Но это не инвестиционный инструмент, то есть не инструмент приумножения денег. То есть банки не заставляют ваши деньги работать, они их только плюс-минус хранят как-то. Наличными есть 2 миллиона. Как можно приумножить? Ну, 2 миллионов уже, в принципе, достаточно для, например, инвестирования в недвижимость, да и, в принципе, в большинство других стратегий. То есть здесь вполне есть варианты. Находили ли вы в последнее время интересные объекты недвижимости под инвестирование? Ну, постоянно этим занимаюсь. Во-первых, для себя ищу, а во-вторых, для учеников. То есть у меня есть формат персонального коучинга. Давайте я буду двигаться в сторону Москвы, по ходу дела. Есть формат персонального коучинга. И я там, в частности, ученикам тоже ищу разные варианты интересные. Помогаю находить, поэтому и даю рекомендации. То есть этим занимаюсь постоянно. Варианты ищем. И, в принципе, скажу так, что единичные варианты интересные можно найти всегда. То есть всегда есть что-то, что продается, например, где-то находим подешевле акций застройщика, где-то поторгуемся, где-то что-то еще. Ну, то есть ищем. Есть варианты, конечно. Почему не советуете покупать доходный дом? Ну, много причин. Доходный дом – это сложный объект. Раз. Большие вложения. Два. Неликвид. Три. То есть плюс еще и риски законов Хованской, которые на доходный дом как раз распространяются. Можно ли получить ипотеку в 18 лет? Ну, наверное, можно, но, откровенно говоря, сложно. То есть банки, как правило, вас до 21 года не считают за человека. Поэтому примерно с 21 года уже можно более-менее успешно это делать. До этого, наверное, можно, но вот не готов уверенно рассуждать. Нет у меня такого опыта. Так, на что обращать внимание за МКАДом при поиске недвижимости? Ну, основная, основной момент – это транспортная доступность. Конечно, транспортная доступность – это критический фактор, плюс планировки, плюс стоимость, естественно. Будет ли рынок недвижимости актуален через 10 лет? Ну, я не знаю, что будет через 10 лет. То есть тут такие прогнозы – это дело довольно неблагодарное, потому что за 10 лет очень многое чего может измениться, может там страна поменяться, как это было в 91 году, какие-нибудь глобальные кризисы, бойные и так далее, катастрофы. Поэтому тут так уверенно рассуждать это некорректно. Но в целом, в целом, если мы возьмем, ну, как это обычно происходит, то спрос на рынок недвижимости, он есть, он высокий. В России обеспеченность жильем крайне низкая пока у населения, то есть потребность в жилье очень высокая у людей, поэтому здесь пока серьезных проблем не вижу. Рассматривайте варианты инвестирования в недвижимость за рубежом. Вот я две квартиры в Таиланде купил. Так, давайте, знаете, я, наверное, все-таки приостановлюсь, а то мне так нехорошо. Я еду и сюда смотрю, читаю вопросы и на дорогу. Брал ипотеку 10,5%. По какой текущей ставке теперь акредитоваться? Ну, чем ниже, тем лучше. Забрасывайте запросы в разные банки и смотрите, кто что предложит. Я думаю, что примерно ближе к 9 вы сможете уже сейчас приблизиться. Сейчас интересные, интересные предложения. Топ книг по бизнесу, на ваш взгляд. Вы знаете, у меня есть прям список готовых книг, которые я для себя отметил и которые бы рекомендовал. Давайте я постараюсь под видео это сбросить. Если вдруг забуду, когда буду выкладывать это видео, вы мне, пожалуйста, об этом напомните. Все, сейчас я вот на заправку встану. Может или дать совет, стоит ли инвестировать в Уолл-Стрит-робота? Не знаю ничего про конкретно Уолл-Стрит-робота, но в целом к роботам отношусь со скептицизмом. То есть я бы очень аккуратно. Но попробовать какую-то маленькую, незначительную, не страшную, потерять для вас сумму можно. Серьезно, я бы не лез. Не получается выбрать нишу для бизнеса. Что посоветуете делать? Ну, может быть, вам не надо в бизнес идти? Может быть, бизнес это не ваше. Как контролировать расходы от разных источников? Ну, отдельно контролировать. То есть по каждому направлению ведете отдельный учет. При вложении 900 тысяч в доходное авто издачи через управляющую компанию за 3 года, сколько будет чистыми. На YouTube-канале у меня есть подробный выпуск. Он называется «Разбор финансовой модели при инвестировании в автомобили». Посмотрите этот выпуск. Там очень детально мы разбирали, сколько можно получить при разных вложениях. И там прям детальная Excel-таблица с расчетами. Посмотрите этот выпуск там детально. Так, запрет посуточной аренды. Это было видео недавно на эту тему. Есть ли кто-то из знакомых, кто занимается инвестированием в Украине? Да, есть. То есть и вот ко мне, например, я иногда провожу живой тренинг, где рассказываю все свои методики, передаю. Приезжают люди с Украины, из Киева, в частности, были вот недавно. В Саратове возможно ли это? Ну, не знаю. Не готов обсуждать, что сейчас в Саратове происходит. Вот не знаю этот рынок. Изменится ли рынок 2020 года по сдаче автомобилей? Да, безусловно, изменения есть и серьезные. Если реально интересно, 14 декабря у нас будет встреча специальная, посвященная именно трендам по всем стратегиям, тренды на 2020 год. Как мы это видим? Я там собираю прежде всего для себя и для узкого круга своих учеников, всех основных экспертов и будем с ними обсуждать, как меняется рынок и что надо, где менять. Где как там может быть продавать активы, где наоборот заходить, куда какие перспективы есть. Так, как много вопросов, друзья. Я, наверное, даже не все смогу ответить сейчас, но давайте что-то... Что-то... Постараюсь. Как стать богатым? Посмотрите видео. Тоже ссылочку постараюсь вам дать, если пропущу, напомните. Она называется «Как заработать миллион». Там подробный алгоритм и, опять же, расчетовых целей. Так, дальше движемся. Через какие платформы инвестируете в займы под залог? Не через платформы, а это конкретные прямые займы я даю конкретным компаниям, конкретным людям. С какой суммы начинать инвестировать в недвижимость и в какую? Зависит от региона. В Москве это минимум миллиона два-два с половиной нужно на первый взнос плюс ремонт. В других регионах здесь бывает, что и на 500 тысяч вы можете что-то реализовать в менее крупных городах. Какой пассивный доход в месяц вас устроит, чтобы прекратить инвестировать? Ну, тут смотрите, у меня, я для себя не ставлю такой цели, что вот сделать что-то такое, чтобы один раз заработать, создать пассивный доход и больше никогда ничего не делать, лежать пузом кверху под пальмой. Мне этот подход не близок. Я понимаю, что вот многие реально, вот абсолютно реально так считают, что если бы у них был пассивный доход, допустим, 200 тысяч в месяц, они бы вообще ничего не делали, и это круто. Я не считаю, что это круто. Я считаю, что движение – жизнь, и надо постоянно что-то делать, чем-то заниматься и искать для себя применение, сфера применения, сфера реализации. То есть у меня уже сейчас пассивный доход в принципе покрывает все базовые расходы, и я могу уже сейчас ничего не делать. Другое дело, что, конечно, это не бесконечно, все равно пассивный доход имеет свойство потихоньку стухать, ну, то есть падать его размеров во многих направлениях. Но, повторюсь, здесь прежде всего вопрос того, что сидеть и ничего не делать – это не про меня. Может быть, это про вас, но мне это не близко. Так, есть ли у вас в планах организовать пулы, инвест-пулы по аренде автомобилей? Ну, они же уже есть, такие пулы. То есть есть ряд управляющих компаний, которые реализуют пулы по инвестированию в автомобили. Так, куда инвестировать или что делать с самого начала? Ну, один вариант. У меня есть очень подробный стартовый курс, как раз для новичков, подробный для новичков имеется в виду, чтобы понять, что к чему на этом рынке. Инвест-система, можете его пройти, онлайн-курс дистанционный, недорогой для старта. Ну и если совсем экономично, то на YouTube много роликов по разным темам, посмотрите. Так, куда лучше инвестировать 1 миллион рублей? Ну, зависит от того, что у вас уже есть в вашем портфеле. Если вообще ничего нету, то постараться, опять, тут зависит от региона, постараться в недвижимость. Если у вас хватит, если не хватит, но там уже надо думать отдельно. В ближайшие полтора года многие аналитики говорят, что цены на недвижимость упадут. Ну, вы знаете, многие аналитики постоянно говорят об этом. Я это слушал год назад, например. Хотя за последний год недвижимость взлетела в цене очень существенно. Так. Есть ли у вас интересные проекты? У меня есть. После искрова счетов складываться в долевое уже не актуально, а актуально. Какую доходность считаешь приемлемой в процентах? Ну, это зависит от рисков. То есть, говорить просто про доходность неправильно. У меня есть, допустим, на фондовом рынке в среднем удается зарабатывать под 100% годовых. Но бывают сильные просадки, бывают сильные провалы. Например, недавно там сразу буквально за несколько дней минус примерно 13% было. Это много. А так в среднем я для себя рассматриваю варианты от 30% годовых. Выгодно ли делить квартиру на маленькие студии в Сочи? Сочи рискованный рынок, опасный, потому что там куча незаконного жилья, поэтому здесь надо быть очень аккуратным. Недвижимость будет ли дешеветь? Ну, тут давайте на этот вопрос. Вот публично я не готов отвечать сейчас, потому что там есть разнонаправленные тренды. И вот мы о них как раз поговорим на встрече 14 декабря. Хочу продавать квартиру по долям. Есть сомнения. Ну, правильно. Я тоже очень скептично к этому отношусь. Как часто планируете и ставите цели? Обычно раз в году. Как раз после Нового года, в первых числах января, ставлю себе цели на год основные. Ваше мнение о боевых фондах. К сожалению, большинство фондов показывают достаточно низкие результаты. И неоправданно низкие. Чем лучше всего заниматься подростку 15-20 лет? Знаете, на эту тему делал тоже специальный выпуск. Причем мы там совместно в комментариях еще собирали идеи на эту тему. Называется «Финансовое развитие для студентов». Смотрите, пожалуйста, этот выпуск у меня на канале. Продолжаю отвечать на вопросы. Квартиры в Москве либо СПБ. Ипотека не рассматривается. Не понял, в чем вопрос. Не очень понятно. Написались. Какой суммой можно заходить в вашу стратегию прибыльных квартир? В московском регионе примерно 2 миллионов. В других тут уже, ну, смотря какой регион. Допустим, у нас есть кейсы во Владимире, где люди или в Вологде или в других относительно небольших городах, где люди отлично, там имея 500-600 тысяч, отлично это запускали. Так. Ваше мнение про инвестиции в спецтехнику. Вот никогда этим не занимался. Поэтому не готов рассуждать. Нету мне опыта такого. Не могу ничего тут подсказать. Не все знаю. Вот так. Дальше, дальше. Каким видом спорта занимаетесь в зимний период? Ну, во-первых, у меня триатлон круглогодичный. То есть у меня нет такого, что я перестаю им заниматься. У меня шесть дней в неделю тренировочные. Иногда по две тренировки в день. В среднем по полтора часа. Иногда больше по два часа тренировки. Это бег, плавание, велосипед плюс силовые тренировки. Зимой я иногда бег меняю на лыжи. То есть мне нравятся лыжи. Если хорошая погода еще, зимняя, это прям волшебно. Поэтому очень люблю лыжи. Напишите, пожалуйста, в комментариях тоже, как вы к лыжам относитесь. Я имею в виду беговые. Ну, то есть горные тоже. Я иногда на горных могу покататься. На горных лыжах, на сноуборде. Но и на том, в принципе, довольно неплохо умею. Но беговые мне даже нравятся больше. Так. Дальше. Дальше двигаемся. Отвечу еще на некоторые вопросы. Как можно купить недвижимость, если я нахожусь на Дальнем Востоке? Можно, например, через риелторские конторы, которые подключат, оходят и организуют доходную недвижимость. Такие есть, если актуально. Напишите. Сброшу какие-то контакты. С чего начать инвестирование? Начните с того, что будете откладывать регулярно часть дохода своего. Просто на банковский счет. Это хорошее начало. Так. Дальше идем. Топ инвестиций в 2020 году. Приходите на встречу 14 декабря, посвященную трендам в инвестировании 2020. Она так и называется. Инвестиционные стратегии 2020. Там будем обсуждать, как давайте она посветлее сделает, уже темнеет. Поздравляю с обновлением авто. Ну, спасибо, вот сейчас как раз в новой машине еду. Вы знаете, я очень спокойно отношусь к машинам. То есть, у меня нет какого-то такого, что вау, блин, машина. Это что-то нечто очень крутое. То есть, я спокойно поменял и поменял. Ну, просто это та же самая машина, тот же ML. До этого был Mercedes ML. Сейчас он GLE называется. Просто новый, свежий. То есть, до этого был 2014 года. Но вот сейчас свежий 2019 года. Ну, хорошая машина, что тут скажешь. Спасибо. Так, дальше. Дальше идем. Ставку по семейной ипотеке, правда ли, снизили до 3,7%. Вы знаете, я вот про это ничего не слышал. Если это так, это круто. Но я не слышал про то, чтобы эту ставку до 3%, 3,7% снизили. Под 4,5% можно найти, например, в Газпромбанке. Одна квартира должна быть для себя или инвестиционная? А, не одна, а первая, наверное. При условии, что я сейчас снимаю ее в Москве. Вы знаете, это лучше просчитать. И тут и другой сценарий. Если вы будете снимать, чего получится. Если вы ее купите, что получится. Если вы будете ее снимать и одновременно купите под сдачу, что получится. То есть, посчитайте сценарий. Здесь я за то, чтобы принимать решение на основе цифр. А не на основе вот такого поверхностного суждения. Что, ну, лучше так. Почему? Мне так кажется. Не надо, чтобы казалось посчитать. И сможете уверенно ответить. Дальше. В каком случае на долгосрок выгоднее, чем посудочно? Есть варианты, когда действительно это выгоднее. Если управляющая компания плохо сдает. Ну, такое может быть вполне. Потому что управляющие компании разные бывают. И они могут косячить. Это верно. Дальше. Так. Как создать пассивный доход, если есть 1-2 миллиона рублей во Владивостоке? Ну, вот честно, по Владивостоку не подскажу ничего. Не готов советовать. Посоветуйте книги по инвестициям. Богатый папа, бедный папа. И многие ее продолжения. Квадрант денежного потока и так далее. Роберт Аллен. Множественные источники дохода. Самый богатый человек в Вавилоне. Вот это такой базовый фундамент. К сожалению, я догадываюсь, что вы хотите. Вот, отдай мне книгу, где будет четко прописано, куда мне вложить мои 150 тысяч рублей, которые у меня лежат в городе Воронеж. Но такого, к сожалению, нет. То есть, это очень практическая область. И книг на эту тему особо нет. Тем более, что ситуация меняется крайне быстро. А пока книгу напишешь, пока ее издадут, уже ситуация изменилась. И это уже не актуально. Так, хочу инвестировать. Долги 1 миллион, финансовой подушки нету. Как мне быть? Ну, сначала исправляйте это. Нечего лезть в инвестиции, когда у вас одни долги и никаких запасов. Посоветуйте управляющую компанию Воденцова. По Московской области есть несколько управляющих компаний. Но я не готов раздавать свои наработанные контакты. Вот просто всем подряд. И тоже поймите правильно. Как только это раздаешь, там начинается бардак, у них начинается перегрузка, они начинают хуже работать. Так, ну, вроде бы основной ответил, да и уже подъезжаю в дом. Поэтому всем успехов в инвестировании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!